Для тех, кто в записи смотрит, у нас финал. Здрасте всем. GoodGameru. Well played в чатике. Привет, ты вовремя пришел. И у нас стандартный пока что, стандартное начало от Ла Лайта. Через Димку предметы очень хорошие ему выпали. Уже 4 слот еще фактически есть. Так, почти окружение. Почти окружение. Так. Так. Вовремя говорит, ты в курсе, что уже вторая катка Хэппи Раши Маколитов выиграл? Склероз. Такие распространенные шутки, я не знаю уже, как реагировать на них. Да, Майкер пополнял, да, модная кепка, да, на китайском. Все так, все так. Очень сложно, кстати, отбиться от такого Димы Заряженного. Его окружить. Почти нереально даже с Аурой. Плюс Нага еще присоединяется. Ой, Диспл, Койл в молоко. Ой, это минус Гулька точно. Пытался добить самостоятельно, чтобы опыт врагу не дать, но не получилось. Ну, Нага, как обычно, тебе добавляет темпа. Да, с Нагой можно, в принципе, играть, и она позволяет доживать до медведей. Кто-кто-кто-кто взял? Кажется, все досталось, просто все досталось эльфу. И опыт Согра. И артефакт он тоже взял. Там же зарядные Сантриварды падают. Вон, они появились в инвентаре. Гули на фонтане тоже. Ой, могут заметить сейчас Гульку через Вард. Заметил, но либо осознанно не стал пытаться ее подрезать, либо не заметил на самом деле. Либо не заметил. Сейчас какая задача? Диму отличить? Продолжить по возможности харасить? Нагу крепить? Ну, опция, да, Дима помогает в криппинге, потому что точка сложная, и нужно побыстрее, побыстрее ее забрать. Добил, что за артефакт? Мана Дрейн. Ну, ладно. Можно сказать, что пока ровненько идет. ДХ-3. Меняются артефактами с Нагой. И побежал, может быть, даже... Не, побежал как будто на... Как будто на красную выманивать. Там скелет стоит. О, Крок подарил 10 подписок. Спасибо большое, Крок. К Эвенджеру. Ди Сису. Мек Хэллоу. Диаблок Кэнде. Толботу. Толботу повезло, да, Толбот. Орион Стрим. Здравствуйте, Орион Стрим. Вот, а красная, красная важна. Хэппи понимает, что сейчас противник будет пытаться выбить оттуда артефакты, надо пытаться мешать. Опа, и выскакивает! Из-за овцы, похоже. Из окружения. Все, так просто красную уже не взять. Хапач тоже хочет выбить этот артефакт, и у него армии это в данном случае побольше. Он зажимает Огром. Вейв можно неприятный получить сейчас сразу по пачке гулей. Дима рядом пасется. Да, Вейв прошел. Койл нова. Лич добивает. Получает артефакт Андетовскую ауру на продажу. Не повезло немножко, но опыта золота тоже у него остается. Все должно прийти к какому-то подпушу, и это чувствует эльф, делает протектор у себя на базе. Что у Андетта, как мы знаем, по времени чуть раньше все появляется, я имею в виду Т3. Он успевает прийти. Не факт, что будет. А Калита взял с собой. Что за Калит такой боевой, интересно. А вдруг это через красный он будет идти и там нычку ставить? Как вы думаете? Особенно, когда приходишь к противнику, видишь, что он готовится к тебе. Что у него там протектор делается. Да. Ой, очень грамотный ход от Хэппи. Потому что человек инвестировал в Испа за 60, построил протектор за 160. Ой, отмена. А потому что видит вардом, ой, грамотно. Отменяет. Просто эльф понимает, что сейчас ему не защищаться нужно, а давить, а давить Андетта. Ему эти деньги пригодятся. Протектор ему не поможет в атаке. Берем арбу, три медведя, три дриады, какое-то количество варчей, там третий лич уже. А почему нельзя здесь сражаться? Ему надо возвращаться в центр и вот на земле, на своей, с желательной нерубкой сражаться. Ну а там еще ничего не готово. Манаберн по тележке. Ай-яй-яй. Сикс говорит, сейчас будет подпуш, Лолита отобьется, Хапач воткнет эксп. Не-не-не. По-другому. Логика здесь другая была. Должен был быть пуш, к которому Лолита готовилась. Хэппи это понял. Начал строить базу. Лолита тоже это понял. Но как? Каким образом? Представляете, насколько сильный ход у Хапача? Лолита уже на этом этапе понимает, что он не продавит Андеда в центре. И принимает решение на три минуты фактически отстать от него по экономике. А это, считайте, равносильно поражению. Даже если этот экспант Хэппи не увидит вовремя, даже если он его не отменит, у него все равно экономика будет значительно лучше. Вот, а Хапач не сидит на лимите. 50, у него уже 60. Скоро начнет работать шахта. Ancient of Wind это, видимо, для талонов, для того, чтобы с Дестройерами воевать. Единственный плюс Лолиет это то, что он сейчас не штрафуется по деньгам. Блин, кажется, Хэппи прочитал этот текст. То есть, да, он допускает, что если противник не нападает, значит, он должен как-то отвечать на экспант. Все, видит, видит, видит базу. Платит за это Гулей. Ну, надо двигаться сейчас сюда. И пытаться вот эту базу либо отменять, либо замедлять. Все, Дестр пришел, он начал стрелять. Почти что-то. Нет, здесь забейте, здесь, ну, потеряет он парочку Акалитов. Там минус шахта будет просто и все. Это невыгодный размен, поверьте. Это еще минус две минуты развития эльфа экономического. Классно разделяет. Армию противника Хапач. Арчу подрезает. Все, база отменена. И вот в такой ситуации у эльфа вообще не остается каких-то жизнеспособных аутов. Он пытается на халяву в левом верхнем углу поставить нычку, но это... Это дешево. Это тоже расчет, что Хапач долгое время не будет делать разведку или не убьет его в течение ближайших, там, не знаю, трех минут просто на... Это отчаянный ход. Просто отчаянный ход. Хапачу даже, наверное, не стоило уходить снизу. То есть там у него позиция была хорошая. Там не он не может нормально нападать, но и противник не может со своей базы выйти. 63 лимита на 46. Преимущество колоссальное. Нова. Фокус. Минус гулька на став медведя. Второй медведь подставляется. Медведи подрезают койлом, падает еще одна гуля. И арча. Не, это без шансов для эльфа. Грамотный ход. Грамотный. Очень грамотный. Вот эта база против пассивного эльфа, это самый лучший ход, который можно было придумать. Эльф две базы ставит. Да, он пытается хотя бы что-то сделать. То есть он понимает, что... Что когда у противника экономика превосходящая, и лимита больше, тебе нужно что-то прям сверхъестественное делать, чтобы в игре остаться. Плюс вторая база, это как фактор отвлечения от первой, о которой до сих пор Хэппи не знает. В теории она может принести свои плоды, но боюсь, что эльф просто не доживет. Да. Сейчас 70 будет у Хэппи. 70 на 50. Как отбиваться-то? Вот сейчас вот как отбиваться. И разведка пошла. А, Хапачан на Микини не проведешь. И вот сейчас у Хэппи вариант. Либо он возвращается, отбивает базу, либо он просто эльфа идет убивать. Мне кажется, что второй предпочтительный. Сейчас смотрим, куда метнется его армия. Пока в раздумьях. Да, пойдет сейчас просто кушать его. Все на базе. Начинается легкий хаос. Мунвеллы страдают. Талоном не был сделан апгрейд на адептов. Ууу, они взлететь не могут. И вместо того, чтобы убивать дестройеров, дестройеры убивают их. 72 лимита на 50. Преимущество больше, чем в 20 лимит. Да. Ну, хороший пример, как от стандарта можно отойти и спровоцировать человека на более активные действия. Если он не справится, то загнать его в ситуацию, из которой вообще выхода. Ты захочешь. Я реально пытаюсь понять, что мог бы сделать 4-5 минут назад, когда вся эта ситуация повернулась. И я не знаю. Там одна отчаянная атака по центру от эльфа. Но не в выгодной позиции, потому что там уже защита есть, уже реген есть. И лимиты равные. Тут. Появляется первый Абом. Там МГ, видимо, как раз Абом против Маутон Джайантов. Ну, и Абом еще хороши в целом для того, чтобы держать переднюю линию хорошую. Всяко жирнее, чем Гули. Тем не менее, Лолите удалось 70 лимита сделать. Благодаря сидению на лимите. Наверное, да? И благодаря все-таки частично работающей вот этой вот базе. Но у него сапплай-блок. Мумен Вэлла нужно выстраивать. Хэппи окопался на центральной базе. Она еще такое важное тактическое значение имеет. Это, по сути, центральная точка на карте, откуда ты можешь в любую сторону ходить. И на вот такие вот халявные базы. На твоей территории, и на мейн к противнику, и на экспанк к противнику. Как-то хэппи инициативу отдал. А мне кажется, его устраивает ситуация просто 80 на 70. То есть вот такая ситуация. Ему ок. Ловят талонцы, фокусят первого, фокусят второго, фокусят третьего. Соответственно, дестройеры спокойно убивают медведей. Правда, падает сейчас два финда, и третий тоже. Но вместе с этим... Ой, обо минус. Тут остается просто лимит у эльфа такой, не очень эффективный, так скажем. То есть 2 МГ и 4 дриады. Все. Нову кинул в иллюзию МГ. Хэппи не понял, что это иллюзия. По Мотан Джейнту сложновато понять, иллюзия это или нет. Опасный момент. Опасный, опасный. Посражался хорошо здесь Лолита. Хэппи ставит третью базу. Перегруппировывается. То есть, да, сражение было не самое удачное для Хапачо. То есть, он посражался в ноль, но я думал, что там конечная была бы. Почему Хэппи сейчас не запушил, ушел наверх? Он решил крепиться. У меня на этот счет только предположение. То есть, как раз, что он не чувствует, что ему прям жизненно необходимо реализовывать ситуативные преимущества. Обычно это бывает, если ты уверен в своем лейт-миксе, то есть в поздней стадии игры. Может быть, у тебя лучше сочетание, может быть, ты лучше контролишь крупные лимиты. Это вполне может быть какая-то индивидуальная штука, в которой человек просто чувствует, что вот сейчас ему выгоднее на основе его опыта и практики поступить именно так. Ой, ДК подставился. Гуля телепорт и Финт может не убежать. Нет, Финт убегает. Такая довольно перешенная игра. Получается. По лимиту они уже сравниваются. Почему Вонючку Хэппи не делать, интересно? У него ресурсов хватало на это. Сейчас бы уже дряды больные были бы, МГ больные были бы. Есть еще предположение, почему Хэппи играет пассивно. Учитывая особенности карты, вот этот центральный экспант, он является нечетным. То есть даже если игра затянется, у вас закончится мейн, вы противник поставите по базе, как это сейчас происходит. Тот человек, у которого центральная база на дистанции в любом случае выигрывает. Это экстра деньги. Может быть, Хапач никуда вообще не торопится, может быть, он хочет этого эльфа задушить. Чистой экономикой. Так, у Абума, вижу, болезнь уже есть. Чалола еще и выиграет, Хэппи сам себя наказал. Да нет, нет. Тут шанс на победу. Даже несмотря на то, что они сравнялись по лимиту, я не вижу тут, каким образом Лавлиет таким лимитом в такой ситуации за центральной базой может выиграть. Вот с Пландом согласен, что шестой Дима выправить ситуацию может, но он сейчас четвертый, какой шестой? Халдир, привет. Давай. Приятного времяпрепровождения тебя. Это как раз эльфу нужно думать, что делать дальше. Вот как ему... Как ему с центральной базой-то сражаться? Тинкер, скорее всего, с ракетами. Не, он фактув вообще взял. Фактау, тинкер на такой стадии. Финды закопаны, это чтобы талонов ловить, которые летают довольно свободно по карте с ультравиженом. Сейчас может быть хорошая замануха. Они неподалеку, они могут продолжать делать разведку, думая, что у них все хорошо. Висят сейчас в районе фонтана. Да, увидел. Пушить будет. Да, я видел, что он из лимита выходит. Лалай тоже из лимита выходит. Хэппи на дистанции, здесь пушить-то не надо. Ну, козлиный лимит, вот реально козлиный лимит. Вот что, что сделают вот эти вот козы с такой армией? Посмотрим. Лимиты равные. Хэппи нападает. Таун тарана. Факта хороше. Талоны сразу ловят нову. Виспы выходит, это грамотно. Дима делает уже второй моноберн. Циклон делает талон, да ладно. Таун сзади МГ, который не успел в битву зайти. Светок лечей нет, Хапача. Поркет хороший. Дима пятый. ДК пустой. Хапач плюс пока разменивается. Тинкер может умереть. Тинкер второй. Абомчик красный. Ну и вот, уже минус 20 лимитового эльфа. Сейчас можно здесь еще некрополь поставить. Демотивирующий Нексус так называемый, да? Жалко, что Хэппи в такой ситуации еще не берет с собой землю. А ну там Виспы правда были. Могло бы пригодиться вот для Регена сейчас. Акалит в бой идет. Бах. Просто эльфы и юниты слабее. Это точно. Слабая раса. Ну и эльфы лишаются добычи просто по золоту. Никакой нет у него больше. Пытается спасти Виспами, но динамика такая, что пять Виспов не справляются. И на развороте Хапач не должен здесь вообще сражаться на самом деле. И у него есть телепорт на всякий случай. Вот классно отсюда если репортироваться, было бы. И посмотреть, напишет ли после этого сразу эльф ГГ или не напишет. Но он даже этого не делает. Я имею в виду Хапач. Минус Виспы. Можно было бы здесь еще одну базу поставить. Ну и все. И две базы против одной. У эльфа нет будущего. Нет экономики, нет будущего. Главное дерево осталось, может перекопаться, но это займет какое-то время. И снова битва. Эльф пытался там на базе поугрожать. Верхний Хапач явно не собирается ее отдавать. А бомбы доедают, чтобы опыта не было. Слушайте, а здесь можно тыкнуть в деку. Дриады разбирается с дестройерами. Как-то Хэппи здесь немножко недоконтроливает. Финда закапывает. Молодец. В диму можно тыкнуть. Тыг в диму. Ну и на фонтан отступает эльф. 4 мг урон не наносят. Их нужно тоже как-то лечить. Хэппи пытается их не пропустить к лечению, к фонтану. 70 на 80. Зажимается. Дыхательным временем 5 с половиной. 11 золота у Лолита. 11. О, господимир. Таунт. Кажется, свиток лечения Тинкер приобрел, да. Даже выгодно одного Финда спасти, если свиток в этом поможет. Как на ставах-то эльф выруливает, а? Он контролирует фонтан жизни, и это ему позволяет лечиться на халяву. Даже днем он лечился. Но Хапачеву, по идее, нужно убить вот этого дерева как-то. Не лечится, МГ болеет. Как-то с этим эльфами непросто. У тебя уже доминация по экономике долгое время. И тем не менее, ты его не можешь задушить из-за особенности карты и выбранной стратегии. Причем Хапач знал, что здесь будет МГ, переход. Заранее начал лобом устроить. Тык в Декун. Да, Хапачеву надо, наверное, подрядом работать. Их гораздо сложнее контролить. И на фонтане СМГ сражается. О-о-о-о. Я не вижу вообще в этом смысла. ДК телепортируется. Да надо базу вражескую убивать внизу. Хапачу. Бежать и убивать. А эльфу нужно стремиться к вражескому экспу наверху. И его... Вот сейчас он зря стоит на фонтане. Надо быстрее было идти. Как только долечился, сразу идти. Да, брать дрыны. А он не долечился, он стоит криво. И идти на экспанд. Все, Хэппи приходит на эксп, за который должен сражаться эльф. Он телепортируется. Опасный момент. 90 на 80. А бома лечит. Сзади подходит еще дрядка и МГ. Инвол на тинкере. Слушайте, я не вижу здесь, как Хэппи прям ушатывает противника. А любой размен в плюс сейчас уже эльфу, потому что шестой Дима... Не, ладно, да что, Вадима, еще надо дожить. Просветка. Ой, сейчас подлезут. Минус первый финт. Минус второй финт. Теряй дриаду. Абома вынужден жрать. Хапач. Ну, по лимиту нормально все. И самое хорошее, что здесь у эльфа нет под боком фонтана. То есть он есть право, но эльф им нормально пользоваться не может. Поэтому он должен, ну, бегать до базы, до своей, там как-то лечиться. О, пятый ДК за счет дриады. Вот. А как только он отступает надолго, он подставляет свою базу. Именно поэтому я сомневался, зачем вообще Хапачу... ДК, у него инву есть. Зачем вообще Хапачу было сражаться слева от своей центральной базы. То есть он мог перенести самостоятельно вот в это место сражение. И, ну, позиция для него была бы гораздо лучше. Ну, и сейчас уже победная. Тем не менее, там он растерялся. Так, МГ, умудрились найти себе место, чтобы дойти до фонтана. Периодически возвращаются сзади. Да, это будет непростая серия. Я с 4-0 погорячился. Если Лолита не растратит свои силы в этой катке, то... Ой, какой стаф отличный! Он же на мейн стафается. Да, ошибка. Ошибка эльфа. Настолько хорошая привычка делать стаф, что ты уже в определенный момент не понимаешь, что его уже нельзя делать из-за того, где находится твой мейн, где находится твой противник. Там Дима оттуда вообще никак не уходил. Падает, короче, Демон Хантер. Последняя такая серьезная надежда эльфа. Он продолжает огрызаться, подрезая там еще одного финда. Обсидианки задолбались лечить. Там три обсидианки, ни у одной маны нет. Сейчас Хэппи придется телепорт делать, видимо. Ой, это такой, как будто бы байт. Ой, ДК выжил, Нага умерла, ГГ. 1-0 в пользу Хупача. Но игра очень примечательная. Да, Тед хлопает, он как Андетт заценил. Заценил базу в центре, заценил отмененный протектор. Заценил отсутствие нормальных альтернатив у эльфа. Но даже при этом 15 минут Лавлиет держал в напряжении. Не сдавался, молодец. В кое-то веке смотрю онлайн, говорит Бориалис. Они в записи. Главный вопрос, это уже рвал волосы? Не было замечено. Не было замечено пока за этим. За эти трансляции сегодняшнюю, вчерашнюю. Он, кажется, там с кем-то спорит. И если оказывается неправ, он выдирает волос из своей ноги. И потом демонстрирует его крупничком на вебку. Чтобы показать, что он действительно молодец. И вырвал волос. Развлекает как может. Несмотря на поражение, Лавлиет как бы показал, что он будет сражаться до конца. Но принципиальный вопрос, это сколько энергии у него. Хватит ли такой настойчивости ему на всю серию? Посмотрим, ведь что матч стоит на Матер. Возможно, не уверен. Мне надо будет вечером уходить. Еще хотелось с Диабл поиграть. Квир-то говорит не то, что меркантильный бобер, который только на деньги спорит. Я думаю, мало кого тут воодушевит мой волос. У меня они есть в достатке. Не скажу, что в избытке, но в достатке. Что же? Ничего не говорил? Я думал, что-то нам пошутило. Идем на следующую карту. Так, какие выводы после прошлой игры? Если ты считаешь... Ну, если Лавлиет считает, что он может с одной базы играть и ждать атаки, уже можно не ждать. То есть Хэппи не будет играть по стандарту 120-го, по своему старому стандарту, если видит, что человек готов. И это правильно. Поэтому надо подстраиваться. Да, есть опция с Варденкой. Не уверен, что на этой карте, но на этой, да. На этой Ла Лайт играл с Варден. Это вполне вероятно. Мун вчера играл с Варден. Пытался, так сказать. О, нет! И Хэппи говорит лак. Максимальный пинг 800. Приехали. Ждем, когда ситуация нормализуется. Ой, все, да-да-да. Гоу, вроде нормализовалось. Не, Альтова Варденка, вчера не важно. Это не привязано к карте. И опять. Снова лагает. 500 пинг. Ох! Как же это не кстати, а? Как же это не кстати? Если вы пропустили вчерашний день, почему я так расстраиваюсь? Потому что это может просто на 40 минут паузы быть. Вот это тоже озадаченное лицо такое. Ну, ждем нормализации, если оно вернется. Seems fine, говорит, ловлет. Попробуем. Скорее всего, они играют на том же самом хосте, что и вчера. То есть, там же с Муном вчера Хэппи играл. Та же Южная Корея. Но пинг нестабильный у Хэппи. Интересно, у него есть там второй, третий интернет дома? Может, дело в его маршрутах? Если канала переключают, ты из игры вылетаешь? Кстати, не знаю, сработает ли Реконнект. Должен сработать, по идее. Все, пробуем еще разок. Ну, мы тут ничего вообще сделать не можем с нашей стороны. И Варден. Да. Про Ужа, помните? Я рассказывал, что... Это особенность эльфов. У них, по сути, есть сейчас 3-4 стратегии, которыми на разных картах, ну, можно играть. То есть, они приносили... Периодически приносят победу. Но каждый из них — это разный стиль. Очень разный стиль. То есть, одно дело, вот, играть, как в прошлый раз, затяжную с одной базы в Т3, там, через ряды, медведя, талоны, с выходом в МГ, в зависимости от того, там, есть фонтаны, нет. Другое дело, играть, там, в Соло Варден, тоже на разных картах, это совсем другой стиль. Это динамика в начале, криппинга очень много, переход, отбивание пуша, переход в агрессию, если удалось отбиться от пуша. Третья стратегия — это в Масс Эйр, который, как мы видели вчера, все еще актуален, потому что Мун взял карту, хэппи, играя через воздух. То есть, если кто-то там говорит, что эльфы — слабая раса, — нет. Эльфы — отличная раса, просто у них... Им, чтобы выигрывать, нужно подстраиваться, адаптироваться и желательно играть разными стратегиями в зависимости от карты. Из-за этого получается, что тебе нужно много всего уметь. Оттачивать стандарт гораздо проще. То есть, играть в этом плане за андедов проще, потому что ты минорно подстраиваешься, но делаешь, по сути, много лет одно и то же. Там это ДК с некоторыми исключениями против эльфов в виде там фаст-экспа, если совсем человек наглеет. Но можно играть в ДК. Вообще, там, годами. ДК Алича — третий герой опциональный. Можно и там как в Тинкера, если под пуш, здесь, скорее всего, Дарк Рейнджерка будет третьим героем, как мы знаем. И Ла Лайт, как видите, пытается Варден через два барака прокрепить. Потому что очень важна динамика криппинга этому герою. В чем смысл Тинкера, прошло катки с заводом. Скорее всего, массовочка. Просто создавать препятствия перед финдами. О, Ван Силберн говорит, всем привет, хорошего стрима, спасибо большое тебе. Спасибо. Добрый день. Мы смотрим финал, надеемся на отсутствие технических проблем. И у нас вторая карта, Ла Лайт против Хэппи. Ла Лайт. Мун вчера играл за Варден, я как раз хотел, чтобы... И он играл не так, как Ла Лайт, потому что все-таки фирменный герой, это фирменная стратегия Ла Лайтовского. Он мастер. Этой стратегии посмотрим, удастся ли ему. О, кстати, сейчас Варька же третий получит, нет? Там кто-то крепится отдельно или нет? Мне кажется, не крепится пока что. А зачем она тогда здесь тусит-то с первым кинжалом? Это же опасно, сейчас скойл поймает. Ну, растеряла она здесь здоровье, а толку мало. И ДК в результате не хуже прокрепился, чем Вардынка на данном этапе. Почти третий у него. Арчи ждут, возможно, через Шедро даже пойдет, что быстрее прокрепится. Варя продала все, кроме... Ой, что там у нее осталось? У нее просто инвентарь неправильно показывается. У нее явно сапоги в инвентаре. Есть. Да, Шреддер. Кэппи пытается барак вместе с нейтралами наказать. Получает Варя третий. Вот ей бы у того барака. Здесь Шреддер бы с двумя арчами справился, а Вараненки конкретно здесь не хватало. На вторым даггерам, если захотела бы, затыкала бы это ВДК. Хэппи два Некрополя ставит. Это, скорее всего, ошибка отображения. У него должен быть один бонус на Некрополь, а второй — это грейд на Т3. Он так просто в худи отображается. Ну, может быть, и два Некрополя вместо вообще Зигурата следующего. Хороший диспл. Вот это минус гулька, кстати, если заметил. Заметил. Не заметил. Да. Похоже. Или это Слотерхаус. Это Слотерхаус делается. Все, Варя приходит. Даггер второй кидает. И Некрополь как раз для того, чтобы Акалита достраивать. Если бы ДК рядом не было, если бы у него Маны, например, не было, ну, как сейчас, по сути, ему нужно сейчас заказывать Акалита. И чтобы это не отменять грейд на Т3 и не терять, соответственно, либо прогресс по технологиям, либо экономику, тебе выгоднее Некрополь поставить. Так что все пока что разумно по стандарту. Единственное, Ла Лайт, мне кажется, медленно крипится. Потому что через две минуты к нему уже придут, а у него Варденко не готова. Ему нужно возвращаться к криппингу. А криппинг у него медленный, из-за того, что всего две арчи. Странно, кстати, что он там вместо двух дополнительных харчей, которые добавили ему бы темпа криппинга и позволили бы отбиваться проще. Два протектора? Жесть. Ну, я очень надеюсь, что Хэппи сделает разведку, увидит два протектора, скажет, удачи тебе сидеть на базе, и влепит так же, как в прошлой игре, базу. Потому что, похоже, Лавлиет, либо он думает, что пережив пуш, даже с учетом диких затрат по экономике, он сможет за счет Варден вернуть себе игру, либо он не учится на ошибках прошлой катки. Но Хэппи пока не знает о двух этих, о двух протекторах. Но купил черепок. Что Мурлок делал? А, это Мурлок-каннибал. Он бежит к трупу и жрет его. У него особые вкусы. Так, Варри четвертая. Гулью спасли, от Варденки прикрылись. Варденка горит эмаляцией. Хэппи понимает, что красную точку зачистили. Я вижу землю. Я вижу землю на экспанде у Хэппи. Там нет Акалита. И тут Лавлиет понял, что ему придется против базы играть. И он ставит свои догоняющие. Но хотя бы в этом плане он хорошо подстроился. Но это значит, что скорее всего... Ну, то есть мы отталкиваемся от того, что Хэппи будет ставить базу. И тебе Акалитик бежит. Что эльф тоже понимает, что это будет. Нас ждет макроигра. И Варден... Я ставлю, что она будет шестой. Пошел Харас. Минус один еще Акалит. Экономика у Хапача страдает. Минус второй Акалит. Но это минус телепорт. Или персоналка. Персоналка даже. Он не может достать Койлом и новый. Вообще класс. Ты такой впечатленный. Там герои застряли. Он правильно сделал блинг. Причем сделал еще два шага. Прошел специально, чтобы уйти с рейнджа. Красиво. Так. То есть Варя будет у нас Харасить. Прям активно-активно. Да, комментатор-организатор. Это Тед. Тед Андет. Варя снова летит убивать Акалитов на Экспанде. Не, ну хорош, хорош. Она экономику может уничтожить. Особенно если получит пятый, переучится с даггера на третий ножи. Там. Без дирижаблей Акалитов жить не будут. Либо без Банши. И тут я начинаю уже сомневаться, что Хэппи немножко ведется на разводы, теряет по экономике. И у него нычка должна была быть раньше, чем у Эльфа, а не наоборот. Но из-за первого потерянного Акалита, из-за Хараса Мэйна, и то, что были заняты люди. У Эльфа уже добыча идет. А здесь шахта недостроена. Варя снова врывается. Минус Акалит. Пятая Варден. Ооо, а надо было даггер кинуть, кстати. Третий даггер надо было кидать. И вот сейчас вопрос, будет ли переучиваться, во-первых, на пятом Варденка? Или будет протыкивать Акалитов? Просто в кинжале, кинжале есть свои плюсы. А если на тебя сейчас пойдет, например, андет, ты можешь, в принципе, тыкать в коня третьим даггером по 255. Это способ отбиться от пуша, даже если у тебя армии меньше. Да, 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 он так и делает. Он не переучивается на ножи, и он начинает заранее работать по дыке. А Хэппи хочет посражаться, его больше. Варя что-то там приобретает. Еще один даггер. По финду. Дистроер исполни маны. Опасный момент для эльфа. Пошла следующая нычка. Но тут только надо по коню работать. Он не сможет. И он работает по гулям с Френзи. Минус Дриада, минус Медведь. Минус одна гулька всего лишь. И еще одна Дриада. Нет, это, кажется, задушит Варден. К сожалению, задушит. Тут ситуация, что лимита меньше, и спасает только тыков коня. И протекторы такие, зачем нас построили, да? Надо идти защищать эти земли. Чистыми козами. Мне кажется, сейчас он будет тыкать в Деку. Он снял с него еще специально Фрост Армор. Вон, видите, оп, и пошел в Деку работать. Если все идет не по плану, тык в коня. Это очень хорошая страта. Финда подрезал. Ну, размен идет в минус к эльфу, конечно. Ж. Блин, Кварди, сделал или не сделал. Добил Финда. А может, это бьется за счет мануэлов и протекторов. Хэппи хочет эту базу сожрать. Протектор закапывается. Красивый эльф отбивается. Пытается. Но дерево не спастим. Последний вис падает. И все, варден врывается, экспанды уже нет. Блин, бедная варденка, конечно. Койл отличный. Еще даггер, две козы, нафинда. Ну и нычка у Хэппи работает. Да, чувствуете, да, какие разные стили в игре? То есть Бернов у тебя нет, Наги у тебя нет. Другие кнопки, другой герой, другой шаблон поведения этого героя. Ну, здесь Хэппи просто додушит. Он вполне вероятно даже... Ну, он может уйти отсюда после экспанды. Его никто не заставляет находиться. Он должен сделать разведку. Я вижу, что он делает разведку по карте в левую верхнюю углу. Ну, опять же, это просто знать, насколько ты агрессивно должен себя вести. То есть пушить сейчас противника, отступить ли, покарать базу сверху. Тут варианты разные. Наверное, все-таки лучше отступить и покарать базу, потому что на мейне Мунвела есть, магазин есть. И там эльфу гораздо приятнее будет отбиваться. Ооо, переучился на ножи. Варден побежал. Она поняла, что ей нужно убивать Акалитов для того, чтобы получить ультимейт. Если она получит ульту... Акалитов рассыпнули, смотрите, в разные стороны побежали. Что они знают, что... Ну, не пережить просто, не пережить. Все, сплит идет Акалитов. Ножи, гули красные. Акалиту там одна-две тычки нужно, чтобы... Прыжок... Минус... Как же... Уничтожает. Варя возвращается. Будет пытаться за эту базу сражаться. Ой, ну как? Как это сделать? Там обомы с вонью, без ультимейта это не отбивается. А чтобы подрезать несколько юнитов, нужно до того, как появится Койл, сейчас уже врываться и врезать. Делать ножики. И лич съедает, чтобы опыт не дать. Дриады по дистрам, медведи по... По финдам. Неплохо тут. Все красное. Падает обом, падает медведь. Красный медведь. Ой, шестой, шестая варден. Где ульта? Маны нет на ульту. Немножко. Да ладно! Вааа... Варя копит. 136 маны, нужно 150 на ульту. И тут как раз трупы ждут. Ой, 145, 146, 147. Ваа... И ульта пошла. Погнали! это может быть поворот это может быть поворот во-первых он здесь с ультой отбивает нычку с очень высокой вероятность если варна сейчас не отдаст у меня не у нее инвул есть все дестройеры не воины абсолютно против ультимейта его никак не не пробрить медведь выживает хэппи недоконтроливает на койл там койла медведя минус 2 медведь почему ульта с рядами стреляет не по дестройером а стреляет поэтому по деке какого хрена там дамаг режется в три раза сейчас по личу стреляют вот он что-то знает варя делать персоналку очень опасно будет для для андедовских героев смотрите варис полный маны телепорт пошел ножи в деку дк красный еле 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 уходит уходит еле еле 42 лимит на 58 и эльф отбивает базу ставит следующую ой-ой-ой сейчас что может начаться варя может перейти в режим наступления ульта сразу побежала бесплатная карасить просто если сейчас эта база выстоит нижняя достроиться при этом варя будет периодически выходить еще подрезать экономику она вон в инвизе бегает обратите внимание ой-ой-ой-ой артефакт оставил варя в инвизе два медведя перехватываются пятый лич ну лолита здесь 8 лимита просто халяву отдала ладно 4 и ульту отдает окружили ульту это это косяк дикий это дичайший косяк ульта бы закончилась секунд через 30 но это опыт во первых во вторых сейчас отбиваться будет нечем это минус эксп нужно эльфу отдавать экспант верхний и он не может за него сражаться куда ты бежишь будет за эксп вписываться зачем у тебя же база есть вордын прибегает хочет постражаться пока занят частично андет убийством дерева минус дриады минус медведь варя тп-ш сцен там 5 5 героя дк с полной маной финды закапывается классно хэппи ставит паузу опять видимо пинг лак 400 пинг нон-стоп уау Я технические проблемы. А здесь как раз контролить надо, представляете? Закапывает он там долю секунды, еле-еле успевает. Ситуация, в которой эльф, на самом деле, у него уже какое сражение? Минус там 10 плюс лимита. И он все равно за счет вот этих вот ножей, за счет ультимейта отбивается Варьке, кстати, было бы неплохо, если бы были деньги посмотреть в маркетплейсе Не, ножи не бьют по закупке Ну, они бьют, если ты сделаешь просветку Закупка равно невидимость А ножи, они таргетные То есть это не дыхание панды, которая действует по площади У ножей есть ограничения по количеству целей И цели должны быть видимы Продолжают играть Минус база Дестройер падает Эльф отступает Ну вот, и не совсем понятно, зачем он сражался здесь Зачем он здесь отдал Дриад, Медведей, за что? За базу, которая была с одним беспомным И он ее потерял в любом случае Он просто откормил Андеда сейчас Хэппи не стесняется, идет сразу ставить базу под боком И 40 лимит на 66 Нет, здесь уже не выиграть Виви говорит, ты там решил, будешь в Феникс Пойнт играть-то? Нет, не решил И не решал пока У нас Варик, Диабло, Пабджи Соколон, Даунстар с Бонневуром Виви говорит, с другой интонацией говорил Есть возможность аудиосообщение записать на ГГЭ Еще до того, как это мейнстримом стало Ну, майнерным мейнстримом Да, ну эта база тоже Ложится, шестой ДК Ну, я бы вышел здесь, если честно Что, ну Плюс 25 лимита Две потенциально, три базы Против одной Протекторов на защите нет И с Дриадами отбиваться Тут главное с ультой Дриады служат ему материалом Для неизвимых юнитов Скорее всего, в этом смысл Очередная попытка ворваться Варя бегает Ну и кем здесь сражаться? Вот скажите, кем? Сражаться некем А сражаться надо Ну, как бы это все последняя-последняя битва Масштабная Медведи улетают в секунду Парочка медведей минус Остается всего два Хэппи делает телепорт Выкапывает финда напоследок Может быть он боится, что есть типа трупы И не хочет, чтобы сражался с ультой Плюс там все красное Да, это тактический телепорт Я его таким называю Иногда после таких телепортов Чувак, который отбился, выходит Что понимает, что ему не удалось достичь цели Там, ну Что противник сохранился в армии Что приход Ну, следующая атака Она неотбивабельная просто 76 лимита на 50 76 на 50 Опа, поймали Видимо, краем глаза Хэппи усмотрел Как там Варден уходил в темноту И такой прокаст Танковала на половину жизни Все, сейчас опять ульту отпустят Эти неуязвимые Аватары Нет, духи Духи возмездия Spirit of vengeance, кажется Они пропадают Дирижабль есть, который спасает Четырех Акалитов из пяти Тоже хорошая тема Ну, либо Акалит, либо Банша Хэппи один-один Пишет Что там случилось? Хэппи всю игру на лагах сидит и убивает эльфа Всю игру лагает Причем сразу видно Командой РТТ Что Действительно, как только паузу ставишь Тед делает У меня тоже, говорит, лавлиет Иногда Когда ты готов? Вот сейчас нормально все Когда готов, скажи мне Я стартану Да тут тоже Чего Он через атаку послал И все И победил Апача вряд ли будет ждать Какого-то там Хэппи говорит Один-один Получается сдался Поехали 5-4-3-2-1 Слышь, СП пробил один Поехали Рейнджерка, чтобы затыкать Варьку 6-5-1 Такие герои у Хэппи А, и мейн закончился Варя врывается Вынужденный инволом отвечать Чтобы Койл не получить 56 лимита на 80 Просветка до закопки Но Варя уже красный Ну и Дриады развалятся Тут останется, по сути, Аватар И с этими струпами И Варден бегающая туда-сюда ГГ 2-0 Ну Что в этой игре было такого Прям Прям-прям-прям-прям-прям-прям Что такого было в ней? Хорошая реакция Экспанд на экспанд А, там же была Отдача Медведя Там была Отдача Аватара Важный момент То есть, когда Лавлиет дожил до 6-го Действительно, игра Стала идти попроще То есть, когда у тебя Есть эта ульта Ты даже если Никого не убиваешь Ты там теряешь Одну-две Дриадки У тебя появляются Неизвимые юниты И становится попроще Но он там Плохо контролил А, и он еще Постражался зря За свою уже Считайте, отданную базу Отдал там 2-3 медведей Где-то 3-х Дриад Ни за что То есть, это то сражение Которое называю Ни за что То есть, когда оно происходит В Непонятно для достижения Какой цели Если Если видно, что Базу уже не спасти Тем более, что Тебе за нее жизненно Не надо цепляться У тебя там вторая доделалась Только что Зачем идти размениваться туда Не совсем ясно Тем более, он был Кажется, вот до того Незадолго до этого У него Убили Аватар И он сражался без ульты То есть, тут Если, опять же Будут какие-то вопросы Относительно баланса Вполне Лалает Через Варден Вот таким стилем Можно убивать Хапача Можно убивать Но не надо Грубо ошибаться К сожалению Аватаров Венженс Чтобы вы понимали Ну, вы Знаете, наверное Многие Что он неуязвим К заклинаниям То есть, его нельзя Прокастом Ни Койл, ни Новый Ничего не сделать с ним Его нельзя Засловить И у него Если я правильно помню 1400 хп Что-то в этом роде То есть, он достаточно Тонковый Такой Аватар Его, чтобы Его нецелесообразно Во время сражения Бить почти никогда Потому что ты его Чаще всего не добьешь В крайнем случае Он просто отойдет Он сам по себе Урон много не наносит Но главное Что он повызывает Какое-то количество людей Там до 6 И все А дальше ему можно Ливать С поля боя Без проблем Единственный способ Аватар уничтожить Ну, такой реальный Это его окружить А учитывая Что на него Не работает замедление И сам он такой Довольно бодренький Это сложно И то, что его там Хэппи прижал у леса Исключительно из-за того Что Лалай дзевнул Он его не контролил Абсолютно оставил Это исключительно Проблема Лалайта То есть он платит Ну, как и обычно За свои ошибки А так Варя пятая Экономику харасит Экономика равная Плюс третья база Строится Периодически Акалиты страдают Переходят к шестому И грябельная ситуация Такая хорошая Можно Можно было тащить Элементарист говорит Съездил за новым роутером В магазин интернете Работает как надо Даешь исходные качества Это странный метод Ну, может, конечно, такое быть Ну, ладно Поздравляю Раз проблема решена Покупкой нового роутера Главное, чтобы не бежали Вы в магазин Сразу же покупать Новый роутер Если у вас возникают Проблемы с интернетом Что роутеры обычно Там, конечно, могут быть Проблемы с настройками Там, не знаю Вы Wi-Fi раздаете На всех Забивается канал Или какие-то там Порты не закрыты Или Хрен его знает Но обычно Проблемы не в нем Гроулер говорит Спасибо за варкаф Даже игра за второе место На первом очевидно Орда Это интересно Спасибо, Гроулер Мы постепенно переходим К третьей карте Есть ли смысл Варьку выше шестого Качать? Почему не берут второго героя? А к тому моменту Когда варька шестой Уже на карте Не на чем крепится Ты не хочешь Брать второго героя Ну, во-первых Варя растет нормально То есть она Растет шестого По седьмой Хорошо Потому что у тебя Третьи ножи Второй блинк И ультимейт И ты берешь третий блинк А он У него кулдаун Очень низкий И Даже седьмой Восьмой Девятый Точнее Восьмой Девятый Десятый Это ты фактически Даггер Качаешь То есть представь Варденка Использовала В этой игре Все заклинания И переучивалась То есть на определенной стадии Ей нужен был кинжал Потом когда она поняла Что выгоднее Ну, учитывая Больше лимит И учитывая Что дошла до пятого И проще убивать Акалитов через ножи Перекачалась на ножи Это такой Косвенный сигнал Что у нее Все скиллы Используются Поэтому Ты второго героя Вряд ли прокачаешь Ты его скорее Просто подставишь Под фокус Прокаченных Хандедовских героев То есть даже Если ты возьмешь Какого-то Демон Хантера И попытаешься Сделать Моноберн Первый Кто улетит Это Демон Хантер Вот Ты его прокачать Не сможешь Потому что на карте Уже почти не осталось Никого Из нейтралов Потому что стадия такая Это уже минута пятнадцатая Не пятая Стандартная Когда у тебя Только выходит Второй герой Ну не шестая Пятая Это когда в таверне Ты ее покупаешь Да Ну и плюс Как я уже сказал Варден хорошо Растет Медленно Но хорошо растет До десятого Трезвый ежик Пишет У меня роутер При исходном КПУ в полку был Поставит более мощный И все норм Ничего себе У роутера При исходном КПУ в полку был Сипи у роутера В полку был Эльфекс Челлендж создал Рассказать анекдот Блин Я не знаю анекдотов И не умею их рассказывать Так что Прости Эльфекс Отказ Вспомнить полностью Да Анекдот про нюанс Но есть нюанс Надо же просто смешно Это делать Не готов туда Это Бониш бы тут Устроил У меня полка была Я ее поменял Я смотрю на исходный Просвистать песенку Лоля Блин Свист Бесячий Какую песенку Просвистеть Лоли Уточни пожалуйста Пожелания есть? Я пока настроюсь Принято А тема ленца Так Там парабам Пампам 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 Парабам Пампам Готово Готово Справился На свиститель Фесский гимн Нет Все Сейчас будем Песни по заказу По заказу Не любопытно Мне кажется Тональность Попал Альянс Саундтрек Варкрафт Тон Или чуть повыше Все-таки Нет Это что такое Это и злого Видимо Да Итальянцы Хуман Саундтрек Хуман Это вторая Да Не Анатон А это не то Warcraft 2 А это Из второго Warcraft 2 Да А не из третьего Да Ой Какая музыка Шикарная Послушаем Это второй Варик Саундтрек воспоминания прекрасные музыка мега качественным было 97 98 год на диске саундбластер так у тебя в колоночке отдает но мы плавненько переходим в 3 карте это last refuge last refuge эльф уже я думаю сломлен наполовинку возможно попробует он вслед за ну вслед за муном через два барака сыграть опять варден но очень уж убедительно хапач сделал разведку вчера в полуфинале и ну и на корню зарубил просто этот криппинг да демон хантер демон хантера берет 95 горит лесуриус может 96 ноябрь так и ранее разведка пошла от хапача и как видите некрополь вместо зигурата но эльф не рискует сильно он ставит он ставит барак не рядом с лагерем не сильно близко к лагере наемников такая же опция сейчас выманить и нейтралов и справа нейтралов и мыть на себя нет или мурлоков сюда сдвинуть как далеко увел увидите околит молодец альтворкаф 3 виза за меня мы с ним очень похожи так что можешь он он может на такие вопросы отвечать артур из привет ну пока успехи успехов у эльфа нет есть попытки с переменным успехом но глобально это не привело его к победе и начинается неприятный харасс или должен добиваться нормально скелет добивает пытался добить своего же скелет на разведку забрался на рампу чтобы было видно куда арчи выходит видимо околит там справа красную мониторит дк взял себе венец благородством и выходит крепится висп хороший тоже висит которого не достать так просто опачки что это у нас тут весьма такой рисковый криппинг хэппи видит что противник здесь но его армия укреплена с двумя троллями дк получает левел смысле димка дх получает лаву и хэппи пытается просто просто пытается как-то выиграть время почему он кайлы кстати пристали кидает вампиризм ой хорошо ну с таким стартовым с таким стартом хорошим можно можно нормально стандарт поиграть попытаться по крайней мере почему ты хэппи называешь димкой димка 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 для меня это анклав димка дети плазмы все навсегда в сердце плазма дети анклав не забудутся никем а почему койл не кидает у него шаура первая действительно так вот пожалуйста демон хантер с вампиризмом 3 уровня артефакт выпадает подбирает дк но все он прессанул немножечко сейчас еще можно подблочить блок чисто ради берна но висп вовремя понял что если он пропустит сейчас удар то следом получит койл и смысла в этом в этом блокировании нет потому что он блокирует не для нанесения урона с берна с выжигания маны а ману и так не будет то есть ты в результате потеряешь виспа ну и а бонус от преследования никакого не будет он так и так без маны останется хорошо успели закинуть немножко димки в лицо но 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 проблема все равно в том что артефакты достался лолите здесь вообще начало плохое классную эльфу могут взял взял двух троллей взял нагу все это дико тебе добавляет темпа скриппингом дима у тебя уже хороший затаренный себе книжку взял на какой ценой здоровья нет и все это и до там до т3 условно такой армии всегда противника перри ну обгоняешь немножко нага пошла на магазин крепится ахапачи намечают наметил себе красную точку вообще никакой армии три скелета финт и дк битый гульки с моей набегут ой а как его окружить он же сейчас окружил справа может выйти уже не может даке там в спину прилетают топоры но своего он добился выбил боевые барабаны орков ничем просто прибежал ничем я представляю если бы кто-то посмотрел игру каком-нибудь две тысячи опять же третьем году офигели бы просто от того насколько здесь во первых мы бы не поняли наверное процентов 90 того что происходит но определенно одна игра как знаете какой-нибудь артефакт раритет из будущего который ну как в терминаторе каком-нибудь да который меняет принципиально огромное количество там бы так и и растащили на фишку на фишке даже одну демку это бы привело кстати скорее всего потому что все бы играли только так потому что ну только такой таким сочетанием героев только таким сочетанием юнит потому что показывают только ограниченные возможности вот но был бы прорыв если бы увидели стрима соника было бы шоу шоу конечно помехай поменяли механику лесных крипов такого раньше сделать было нельзя да можно все что угодно было раньше делать они наоборот сделали по по спокойнее крипов раньше можно было хоть на базу приводить некоторых да речь не только об о том что можно выманивать окружать о том какие артефакты как криппинг идет как микроконтроль происходит что не не секунды никто не теряет постоянная разведка идет если брать игру и прямо детально разбирать и сравнить с чем-то древним это просто небо и земля капич вырывается подрезает сразу тролля спасает свою гули койлом финда очень сложно спасать в ситуации в такой финда поменял то ли наличателю на дестройера подлечил как же не хватает закопки то здесь а два финда в чистом поле просто теряют и у меня вопрос такой в никуда в хэппи скорее направленный который не дойдет где логика сражаться здесь ты ставишь базы ты потратил деньги у тебя шахта у тебя зигурат что не крепится что не сидится и при этом он не он разменялась плохо 37 50 там эльфа красные красные юниты спасенного хэппи есть провокационные экспанты при этом нет армии как бы его сейчас не продавили как же диме пофиг вы посмотрите просто ему плевать ему просто плевать на входящий урон инвол блочь 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 хочу не окружить димка ой-ой-ой-ой-ой-ой немного бы под блочил он все равно бы ушел на персоналке извините там все равно как бы ты там не крутился он прожимает персональный телепорт и все так ну лолит делает соответственно базу себе ассер говорит ты хочешь сказать что сейчас уровень игры выше чем было времена определенно выше значительно выше и по пониманию игры и по исполнению по всем параметрам сейчас если человека вот какого-нибудь из про игроков из топ-20 отправить в прошлое с его текущими знаниями и там со средним и пм 250 плюс который тогда был характерен только некоторым игрокам он бы там освоился понял какая мета какие абузы что актуально что нет и такой бы карнавал устроил а как здесь хэппи отбиваться дестройеры красные финды умирают похоже лолит это не в ноль проиграет эстер падает финн падает ой что хэппи куда он кликает может у него пинг может даже паузу поставит минус лич с высокой вероятностью там и форкет есть койл есть еле-еле леча спасает если у тебя ставится более ранняя база то есть у эльфа не было тогда нычки какой смысл идти и сражаться в позиции если ты можешь посражаться у себя там на земле под нерубкой еще ближе к мэйну какой смысл я не знаю и хэппи как верно там один из товарищей говорит помните когда он кахи проиграл одна из игр была вот очень похожи только у него в тот момент еще было больше преимущества он поставил базу и пошел к эльфу на базу при том что карта была не закреплена хэппи закупает наемников у него лимит все равно меньше пропускает берн врывается в ряд может теперь контролит хрен его знает дк очень битые пытаются его окружить фрост армор на дку один медведь без формы бегает бесформенный медведь ноги достается а вдруг это бьется а вдруг это бьется блин там 5 дима ё-моё 5 дима 4 лич минус миша минус финт короче тут непонятно тут игра в макро скорее все перейдет я не такой молодец почему хапач на мэй на экспоне не ставит магаз ну он достаточно долго строится он может но он должен его ставить и кажется вон наверху ставит просто его его убивают быстро или это зигурат это зигурат какая жесть творится гули отваливаются деструйеров много медведей нет деструйеры биты пытается по козам работать хапач съедает финда дестра дестра падает первыми минус на второй переключаются но дриат эльф материал хэппи по-прежнему меньше по лимиту отступает ой тут же диспелл идет от отрыка какой же дима сумасшедший посмотрите вот настолько плевать на происходящее да михаил увидел паузу выберем и по это самое а текст уже на главный у анонс бахнули короче в 8 октября там два дня 7 8 но кажется мы 8 будем будет выставка игропром на в днх в москве и там будет стенд стримфеста огромный такой большой самый большой стенд стримфеста и там михаил вот лисецкий сидит в чатике 100 рублей прислал это внезапный организатор стримфестов всего короче организатор только не игропрома конкретно но в общем он молодец и мы там будем good game представлен будет тремя лицами первое лицо это не кичар второе лицо это алексей хозяин собственно без него никак а бюр и третья морда это я вот надеюсь там будет еще же не будет не фанда будет возможно фипс сам и подробности есть в билет на розыгрыш мне представлен опачки у меня есть билеты на розыгрыш билет вообще стоит 1000 рублей на два дня насколько я понимаю но я думаю что после этой серии мы с вами разыграем один билет разыгрывать будем с помощью рандомайзера в чатике на гг от вас необходимо после того как вас система выберет подтвердить что вы там из москвы и вы сможете поучаствовать просто если нет то мы другому товарищу отдадим договорились договорились а в это время возвращаемся к игре пытается сейчас ловлет законтрить вражеских дестройеров через талонов у него работает база у него больше на 10 лимита но хэппи пережил сложный момент возможно ему удастся выкарабкаться несмотря на то что он позади по героям а ты еще на один день стоит то есть можно сейчас будет выиграть проходочка перелет оплачивать перелет проживание пятиразовое питание все это не включено а за мкадом люди не живут если вы не из москвы если не из москвы то просто главное чтобы приедете вы или не приедете пошли какие-то у нас странные комплексы москвичи из рязани и белгорода совсем обнаглели раздают билеты на мероприятие в москве делают это без уважения так что самое время если там товарищи на ю тубе сидя думают что я тут сижу нормально ничего не делают кудгейм не не поддерживаю просмотром трансляции даже самое время зайти в чатик на ггс простая регистрация выбирайте никнейм у вас будет белый белый ник 24 часа и вы сможете тоже принять участие в розыгрыше тем временем лолита что-то пушит хапача прям на мэйне теряет ряду хэппи пешкарусом возвращаются домой потому что убить андэдовский мэйн это даже для такой армии дело не не такой простой нук спрашивает можно ли когда-нибудь на гг сменить ник конечно когда-нибудь обязательно 76 76 лимита на 80 причем хэппи собрал еще небольшой банк себе который может сейчас на магазин пустить нормально ой сколько там талонов пустите лича ой какая нова влетает в талонов свиток лечения этим отвечает эльф убивает первого дистра хэппи жмется под вышки нужна новая нова лича у маны нет лича у маны нет маны у лича нет выпил ману прожал но где destroyer нет destroyer один только остался как они давят с двух залпов и 6 demon hunter что happy телепортируется просто минус хапач минус весь лимит и ульта demon hunter of sky гонит императора да ты гонишь гонит императора на базу что происходит неужели все таки все таки да это 21 это не 40 21 талоны вы видели как плевали они на все залетают и со своим космическим уроном пофиг на нову после свитка берут и всех там четырех-пяти destroyer загоняет хэппи подойти не может к сумасшедшему demon hunter он и так был не убиваем и так еще сейчас форме через всех пробивает ему плевать ему просто плевать он делает монобёрный стреляет сплэшем пофиксить эту имбу кричит ну и тут вот как бы плохо все третья база дк они 5 и 50 лимита на 80 хапач пытается там оттыкаться как-то лечит своего став на диму какая халява эти ушастые все таки а талоны машут крыльями хэппи пытается на отступление кого-то подрезать но лолита грамотным образом делает телепорт может себе это позволить 800 золота да какие наши действия вообще попытаться 5 получить на этой черепахи там далеко нам а это нормально что эльфов мощные ульты у андэдов не очень ну вопрос близам конечно нет ненормально есть хороший ультимейт это инфернал но через дредлорда играть сложновато сетка минус 1 дрозд что талоны талоны потупливают а они ждут когда лич без маны останется оооо какой он хитрый оп лич пропивает все таки ману дестройер пошел встречать зачем-то талонов как же он разваливается дима 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 стафф еле-еле успел еле-еле ушел на стаффи 37 лимит на 69 это конечная для хопача там ульта интересно откатилась или нет прожмет или не прожмет я чувствую что как бы может поражать есть и прожимает да ну нафиг пп гг пишет хопач и это интрига ладно переходим на четвертую так а я сейчас пойду в рандомайзер чатике есть такая на губе им в чатике есть вот такая штучка так просвистеть сейчас от челлендж закрою и челленджи есть есть готово рандомайзер среди всех кроме модераторов выбираем пользователя который получит проходку от этого пользователя нужно подтверждение что он действительно поет на мероприятие с 8 8 октября и тарантул 45 если тарантул случайным образом был выбран и если есть то и поедет ли он но все честно у нас тут видите рандом у всех стримеров есть такая возможность чатики заранее выберем следующего резко говорит я поеду перепись бота в чате да нет это все голопопинский голопопинский тарантул говорит нет не поеду следующие соответственно вопросы адресуются следующим победу нам ну я еще двух там лолкин и н гага в конце ну после тарантула су мук 89 голопопинский голопопинский на выставку игропром на главные гудгейма есть информация событий лолкин говорит я могу отлично осталось только получить подтверждение что не сможет кумус 80 или сумок 89 и ла и голопопинский первый раз выиграл батарею лолкин лолкин напиши мне в личку пожалуйста свой имейл или телеграм куда я тебе отправлю билетик хорошо хорошо но в любом случае с мероприятия будет трансляция насколько понимаю она будет идти на этот канал в том числе так а кто за сны я снова живу он у меня уже помню кого-то напоминает да у него а это игорек вот чувствую чувствую что человек с негативом поэтому надо модель поведения менять вот я даже не не видел что кто это что это но по поведению сразу понять ну заподозрил неадеквашку для лучшего офиса а точно лолкин вообще там электронные электронные но ты заходи все равно я чё-то забыл что-то из рязани кидая в личку и передам ладно давайте к игре друзья 21 ведет хэппи но огрызается огрызается лавлиет опа окружение окружение внезапное красивое виз подходит но окружение четырьмя юнитами скелет минус но уаааа красиво вот так вот зевать нельзя палец в рот хэппи них не клади не знаю кто-то пробовал или нет синт не говорит пришел с завода смотрю варчик майкера полу по православному красава просто красава Он взял у противника телепорт и немножко его покоцал по здоровью, что сложно лечиться. ДК тоже пострадал, но он умеет регениться. Еще одно окружение. Красава. А сейчас уже второй Дима. И на одну гулю он съедает второго Диму. Трастанмиль говорит, вообще кек, что Хапач окружает на пинге 5000. Какой, блин, 5000? Когда пинг становится плохим, он об этом говорит. По умолчанию у него пинг 90-100, такой же, как у противника. Кек, лол, чебурек, Трастанмиль. Прекращай, прекращай деградировать и преуменьшать. Все. 3-1. 3-1 в пользу Хапача, не выдержал Лавли от двух окружений, за 4 минуты 28 секунд отлетел. Я больше чатик читал, чем это самое. И рефлексировал, чем... Ну, фактически вся игра — это два окружения. Просто два окружения. И особенно обидно, знаете, ты там два раза проиграл, на третьей карте, там пот, пот, шестой уровень, 25 минут игра идет, или сколько там она шла, не знаю. Такой, фух, выиграл, да. И потом за 4 минуты тебя выносят. А билетики все? Нет, есть еще три билета, но я думаю, что мы до 8 октября еще разыграем их в процессе, то есть нет смысла... Нет смысла скидывать все. Мне прислали 4 билета. Я 4 билета вот растяну, как могу. Как написать личку с телефона? Слушай, а ты же в ТГА есть. Кажется, мы меняли же контактами, нет? Ну, либо почту, на почту точно писал. Хорошо. Не, бой 7 здесь, бой 7. Еще одна минимум карта будет. А максимум 4. 3. Посчитал. Динамичненько. Сейчас это на сегодня ТДВ-С18. Пятый на 4.28 минут. Это лолиты. Здесь лолиты в лолиты до 5 минуты есть 4.1. Кстати, лолиты очень много имеет информации. Лолиты просто коллекция лолиты чтобы каждый дал всего веселять. Лолиты успеют по смазанию защитить силу. Да. А данное произведение защитим. Она для упалки. Дальше, даже если лолиты делаете. Но за кадром. Именно это не было никакого компания. Любопытный здесь будет маршрут Криппинга у Эльф. Он через Lightning Shield сможет желтую точку быстро сорвать Так же, скорее всего, как и Хэппи будет пытаться обузить этого архмага А потом выдвинуться через дерево сразу на экспант на свой Талбуд говорит, а что, все, я даже чай не успел заварить Да там двойное окружение было Нельзя так дерзко, нагло играть Не доконтраливать своего главного героя Хорошо, у тебя по умолчанию телепорт есть То есть тебя не за одну ошибку наказывают, а за две Но Лавлиет дважды повторил одну и ту же ошибку На короткой дистанции, что важно Ван Гую КТГ говорит, плунт Это уже произошло за секунду где-то до После, наверное, заказа Demon Hunter Неловкая ситуация для плунта Хорошо, стригили Lightning Shield Побежал, и Акалит тут рядом шкам трется У Акалита здесь... А, и он выманивает просто, да Чтобы не было какой-то структуры Барак подблочил этого архмага Опять же, чтобы далеко не убегали Но, да, стартовый криппинг благодаря Акалиту на несколько секунд замедлился План говорит, да пофиг, мой прогноз 4-1 или 4-2 зашел Пока еще не зашел, во-первых Во-вторых, поздравляю, можешь погоду вести Молодец, плунт Т2, битые игульки пошли работать, самая битая пошла работать Все остальные в атаку Виви, кстати, правильно заванговал Дэху, красава Сразу видно опыт Что, опять окружать? Ну не надо, не надо хапать, он же горит У тебя герой битый Да Дима здесь... Там и нейтралы бьют, и ДК очень битый И Дима полный Плюс у него кольцо, плюс 4 оказывается Ну и Дима добивает Мелкого нейтрала, скелета еще не успеет Красиво, красиво Там разбойник копье кидал целеустремленно, так прям, не отвлекался ни на что Так, а что у нас здесь? Койлом добьем черепаху Гулями можем прижать Черепаху добили Гулями, жми, 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 жми Опять 25 Дима Ой, хорош Это хороший контроль карты Это хороший поджим Это вовремя прибежал Причем он гульками так стеночку сделал во время бега Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо для для русского классный кстати а кто это у нас под хэппи посмотреть прошлый никнейм я не буду говорить а нет он сам сказал я не димка я удрати ну это хундрэд это хундрэд киджи спасибо хундрэд за подписку на гг плюс который позволяет русские ник в том числе и тут и там показывают и тут и там сегодня директ страйк что это видимо мемчик какой-то локальный очень бит битый гули 1 отлетает от нейтралов приятно отвлекся это гречес а это кастомка такая на голени спасти похоже здесь ну никак нет уже уже извините пытался димка пытался мы упоролись на стримах максимально играть в кастомку директ страйк называется я просто не помню ее среди кастомок старых с того момента я давно в кастомке в вариковский не играл до скелета не гуляться этого улетел все верно арзер говорит братник топового игрока это такое себе конечно сразу по такое себе можно понять что ну юмор зануда короче-то шаблонная что в этом плохого он же не говорит что это он принес исключительно позитив исключительно позитив заставил улыбнуться посмеяться такой бу 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 душнила так надя вторым героем две лорницы здесь из этого огра выпадает артефакт как-то немножко контрат интуитивно потому что даже на ластри фьюдж на мастерской или тоже из большого огра там из синего огра на ластри фьюдж под боком . на мистерс ну который у вас выпадает артефакт или из голубого мне казалось из голубого кто помнит одно из двух но я вот может и из большого может да ладно неважно играем одна в одну без постановки бас но у хэпичо в производстве левый верхний угол смотрите делается хитрый околит делается 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 он не просто так он как бы не добавит ему золото если будет шестым на шахте работать этот околит с умыслом этот околит под под экспант хэпи делает он бросил там землю как раз и может быть лавлиет может быть но это не точно да и он делает разведку грамотнее лолита играю чем на первой карте помните вот эти вот протекторы вслепую все сейчас делает разведку видеть что там земля понимает что к нему не придут а ему надо идти он может конечно опять же как в одной из прошлых игр ответить экспандом но на мой взгляд этот слабый ход это это отставание и постоянное терпение по лимиту через там две-три минуты здесь д д д д к д д к д destroyer не хватало чтобы риджу задиспелить и голем похоже достается эльфу посмотрите забегает наверх молоток получает дима а там телепорт у него есть у него же телепорта нет там став должен быть даст там там став есть очень хороший микроконтроль от обоих и он все равно отвечает базы как это как это объяснить я не понимаю то есть он готов отдавать косарь полтора либо он настолько не готов пушить сейчас андеды настолько не готов что других вариантов не видит сделать это и другое скорее всего но не получится то есть и пропушить и ставить экспант и не допушишь но если сильно не терять то можно вот такую атаку провести но но вопрос справится ли здесь эльф с микроконтролем пока что размен не в его пользу и он уже став потерял теряет еще медведя тоже логика логика иногда непонятно исходя из чего ла ла лайт так действует но что он делает опять это сражение и с точки зрения позиции с точки зрения времени она не 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 выгодны не выгодны может это неправильная оценка в моменте количество армии своей вражеской то есть ты можешь понимать что тебе как бы не надо убиваться врага потому что у тебя база строится сама у самого но ты такой смотришь но вроде можно посражаться начинаешь сражаться и проигрываешь в минус размениваешься имеется это это вариант пока у хэпи все отлично база приносит свои плоды криппинг на красный идиот успешно второй раз хопачу с красной точки выпадает уже подряд аура андедовская которая совсем ему не нужна только на продажу они разок были боевые барабаны орков ссори ну и сейчас эльф тоже будет получать золотишко 55 на 46 хопача больше но он штрафуется по золоту сейчас если вот у хэпи есть тоже такая особенность это скорее всего расовая особенность и его частные в том числе но эта особенность скорее все-таки расовая первично она расовая обусловлена тем что андеды не привыкли играть через две базы и как следствие они не привыкли сидеть долго на лимите 50 то есть у них там агрессивный стиль одна нычка и очень часто просто сразу хопача выходит из лимита то есть он не не получает преимущества по обкипу сразу идет штраф даже если он знает что противник сейчас не будет с ним сражаться просто не сидит на лимите также такой же болезнью многие хуманы которые в рифло пуш играли вот виви подтвердит на примере sky или там других ну шаблонных товарищей которые играли с одной базы в рифло пуш там тоже такая деформация что они даже не имея никакого запаса нет не имея необходимости выходить из лимита просто постоянно выходили из него 50 для них не был порогом никогда о минус финт хорошо но на две ряды судя по крикам и поменяли их уже талончик еще умер медведи не выживают но здесь здесь эльфа можно на самом деле про пропушить уже ситуация очень похожа на пушабельную лича немножко жалко личу кажется инвул передают падает дестор на надряду медведя 56 45 ой дестройеры когда разваливаются и 5 лимита уходит это очень больно это смотреть а что по наги у наги оказывается большая бутылка была надя надя было нет да не спасти добивает сам и ловли это кстати уже преимущество лимитов но он может себе позволить после размена довольно быстро лимит заполнять рядами талонами грида деформация даже у хавка есть до сих пор на вообще как будто не видишь там 52 лимита бегает по 5 10 минут при этом у него есть еще фут за хавком я такого последнее время не замечал но мы не так много смотрели хавка ну то есть здесь конкретная ситуация ты понимаешь что эльф ну ты если собираешься прямо сразу идти на его базу собираешься крепиться ты знаешь что только что прошло сражение что у него лимита меньше что вряд ли он вообще тебе какую-то угрозу представляет особенно на экспандии на мэне где там земля магазины мэн стреляет не рубка есть вышка то есть он тебя никак не пробьет ты все равно выходишь быстро из лимита а это приводит к тому что ты не добираешь золото и человек который играет более аккуратно и сидит участка почти сидит вот сейчас говорит михаил ты неправ я знаю что такое лимит 50 посмотри на мое золото посмотри на мой лес я только смотрю говорю димка да все правильно делаешь и димка тоже заказался как только доказал что он знает что такое 50 он тоже заказался и пошел в атаку зачем зачем почему это видимо просто под пуш добавляет гарг себе и штампует прям выходит гарг против талонов почему потому что гарги убивают талонов не ультимативно но но хорошо койл нова минус дрозд он он здесь на телепорте должен находить до молодец хопач хороший атаковать когда вы сидели на лимите 50 а потом до заказались и не успели собственно реализовать это дерево это золото которое накопили смысла нет но выход в гарг здесь очень грамотный почему по сути три причины первая причина это нога то есть фактически отсутствие панды который может помочь тебе с крауд контролем воздушным вторая причина это дриады третья причина талоны и то и другое в массе гаргами убивается сначала ты убиваешь через атаку правильный приоритет и ставишь по стрельба по воздушным целям главное свитки не забывать покупать ни одного свитка у хэппи сейчас он должен как минимум свиток взять один как минимум пробегал мимо своего магазин не купил свиток денег не было видимо врывается койл нова став летит дальше блочит диму дк 5 хотел сделать а еще две так я назвал три причины то есть первое это нага второе это дриады третье это талоны гарги против всего этого хорошо работают ты можешь сражаться например против дряд против гарг дриадами пандой как раз за счет дебафа это не на сверх больших лимитах потому что там за счет свитков и хорошего фокуса ты уже не сможешь ну ты там теряешься просто не успеваешь ты дриад став отводить когда гарг условно полторы пачки быстро развал идет а панда нейтрализуется свитками вот и учитывая более-менее одинаковые лимиты не достроены гипогрифов он старается их сделать с этим уже гипосов довольно много в таком сочетании может быть и получится три виспа на экспанде работает это косяк хэппи вроде строил только чистый гарг то есть него к этим базовым дестройером выжившему чудо выжившему пауку и обсидианкам только гарги прибавлялись особенность вы помните воздуха против воздуха гипосов против гарг в том что тебе важно иметь дополнительно там какое-то небольшое количество юнитов то есть если противника 6 а у тебя 9 это уже в нулину просто изгрызаешь их важно еще свитки брать где свитки хопач берет свиток ну тут петлорд петлорд не знаю зачем почему не панда а петлорд а чтобы не нюкнули его все понял потому что панду закидывают третий койл и вторая нова и панда быстро умирает а петлорда ты не можешь койлом закинуть а он дебаф дает более менее сопоставимый но в полтора раза меньший дебаф дает но дает дебаф все поехали гиппогрифы не не одновременно нападают гиппогрифы на гиппогрифов свиток лечения лимиты равные сейчас смотрите будет в салат просто хэппи должен выигрывать это все но это не точно преимущество уже на 10 лимита выиграли по воздуху все выиграли игру дальше дриады не смогут справиться с этими с гаргами на кайте пытается что-то сделать минус 15 лимита уже прекрасное понимание вообще игры у хопача нагу увидел понял что есть транзишен хороший но только да гарг так не надо терять когда свитки заканчиваются и остается там 2 2 форкет и бит и надо надо уметь вовремя принимать решение об отступлении ну реген новые свитки и снова поехали разменялись то мы все равно в плюс да вот вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только это может спасти Ну и свитками сверху полировать Я допускаю, что Хэппи сейчас Вообще три свитка должен покупать У него нет ни одного, но Он должен брать три свитка Смотрите Пришел домой Не появляется вообще ничего Может там не обновляется? Я не могу поверить, что у Дэки такой инвентарь Какой типа пустой Мне кажется, это опять багует Он вообще должен с четырьмя-пяти свитками идти Вот у него 800 золота, он все должен пускать в свитки, все Потому что это основа жизни гарк Да, у Хапача 3.3, у Лала это 2.2 Кажется, Хэппи сейчас пошел после своего магазина Еще затариваться на дополнительном На нейтральном Но не показывают количество свитков Ну тыкни А, вот тыкает Дредлорд пустой Лич тоже без свитка Да как так? Хапач Ну значит он не собирается сражаться пока что Гроулер говорит Один медведь с ней только ценный рык Но и три десятки килограмм вкусного Их каусва, ива, имаго Мясо Да Как тебе новая графика в рефордж? Да никак Такая графика особо никому не нужна Игрокам она точно не нужна, потому что узнаваемость потеряна Зрителям разве что новым только Но очень сложно ориентироваться в игре После таких выработанных классных шаблонов У карты инвентаря героев Да он багнутый Там не показываются все Я не могу поверить, что ДК пустой Вообще Там у него должен быть как минимум телепорт, свиток, второй инвул Он забагован Вон, два свитка Смотрите, на кого тыкнул он? Два свитка у него протекшн и обычный свиток Будем в бою, короче, считать Сколько свитков у Хапача Я делаю ставку на пять Потому что на карте показано, что у него ни одного свитка нет А я отказываюсь в это верить Смотрим вы, что на карте Это даже кто-то нанесет Не а не. Не важно Ставис Back Так что тыкнул cost-пяталя Стависка Стависка Горазбор Стависка Fisher Пот-пяталя Скорее 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 Спортим Стависка С nighttime Короче, Ваши Захбор Сити И Товик Он Хэппи делает стон Обычно, когда вот такая масса гарк Это жирание в салат То есть, либо у тебя там какая-нибудь пятая панда Прокликай героев, пожалуйста Но он явно покупает свитки сейчас в магазинах Мне вот любопытно, сколько их там Даже что-то не прокликивает Так, вот один появился Тут же исчез Протекшн только остался Продает зигурат Это подготовка Свиток лечения, свиток протекции, свиток лечения Сколько их там? Раз, два, три? Три свитка минимум Три это мало Хапач тащит Он должен сейчас приходить и сгрызать просто в нулину Вот такой прогноз Сгрызание в нулину должно быть сейчас Гарги максимальные Продает еще раз Плеча, свиток, да? Вангую, что у Хапача в конце останется 70 лимита Сейчас у него 100 против 80 Когда эльф напишет гг, у него будет 70 У Хапача 70 плюс даже вот так Не меньше 70 Пятый дима, наша идея Уууу, какой ты пес Готовы? Вы готовы, мы готовы Погнали Хауль Ново Протекшн, свиток первый пошел Свиток второй пошел у Хэппи Свиток третий пошел Воздуха нет уже эльфа 80 лимита у хэппи остается 79 77 73 Там 40 Я говорил 70 плюс, да? Пока что 70 плюс, но очень близко Два юнита и все 71, нет Да, 69 Миша, хреновый ты эксперт, блин Да, хэппи выиграл, но Но какие 70, если 69? Как минимум 69 Еще форки там гаргу одну убили 67 Дредлорд пытается уйти, может не уйдет Дредлорд умирает, еще минус 5 лимита Вау Нага телепортируется на последних хитах Нага битая, до Мунвелла добегает Вылечивается полностью Инвул, шестой лич 13 лимит остается у эльфа Красиво Ну да, 4-1, все-таки Лолита дал бой Но вот против Масгарк Добавлять какую-то ерунду И Ну типа там дополнительных медведей Или перестраивать дриад Если панды нет Тут можно сказать, что даже эльф был в тупике То есть правильное решение От Хапача и все Ну и свичнуться в воздух Когда там Закреплена вся карта почти Ну или вся карта закреплена И у эльфа Нага Вот это было самое важное решение Переход в Масгарк Что он Эльф даже захочет подстроиться Ему не получается Не получается Ну все, друзья Спасибо, что смотрели Спасибо, что болели Турнир завершен Тед Кап 18 Я, наверное, сейчас софну Хотя есть часик еще Есть еще часик Давайте Шоу-матч Наверное, Теда Смотреть не будем Потому что Потому что Потому что Не особо хочется Спасибо еще раз Всем, кто в записи смотрел Пока Субтитры сделал DimaTorzok